Добрый день, дорогие мои! Я рада нашей встрече. Мы с вами идем в Second Hand, в моей любимой сети Discount Place. Сегодня второй день после нового поступления товара, и давайте посмотрим, что же нам оставили. Очень хочу себе такой комбинезон, но это XS. Абсолютно новый, с бирками. Очень плотная ткань. Ну и такой вот. Модель такая, актуальная. Жаль. Посмотрите, какой прикольный костюм для праздника. Пиво, например. Класс. У меня дома очень много костюмов. Я раньше покупала их бесконечно. Фиума, ты ж такая шапка. Большая бучка. Надо взвести. Интересно, насколько он затянет. В магазине людей немного, поэтому могу поснимать. Набрала целую тележку вещей интересных вам показать. Небольшой спойлер. Я практически ничего не купила из всего. Сумка Polka Stella. Эти сумки всегда качественные. Из шикарной кожи. Зернистая кожа. В таком пудрово-розовом оттенке. Форма Toad. Есть логотипы бренда. В общем, у них всегда качественная очень продукция. Но эту сумку очень любили. Очень долго носили. Поэтому эта сумка была в таком уже неопрятном виде. Небольшой спойлер. Ни одну сумку я не купила. Следующая сумка от Polka Stella тоже. И оттенок очень похож на первую. Тоже такие нежно-пудровые цвета. И тоже сумка абсолютно не в порядке. Хотя, конечно же, покрутить их, посмотреть очень интересно и очень приятно. Хочу напомнить. В описании под видео ссылка на мой инстаграм-магазин. Заходите. Возможно, что-то вы там для себя приобретете. Увидите интересное. Следующая сумка из замши натуральной. С таким интересным тиснением. Форма здесь напоминает, по-моему, Alma от Louis Vuitton. Эта сумка выполнена в Италии. Тоже в заношенном состоянии. Покрутила и вам показала. Кто смотрит без подписочки, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Это способствует продвижению. Следующая сумка из натуральной кожи в форме клатча. Мне понравился замок. Очень неординарно. Вот этот вот хлястик, язычок застегивается не сверху вниз, как мы привыкли, а снизу вверх. Следующая сумка. Мне сначала показалось, что она из натуральной зернистой кожи в темно-синем таком красивом оттенке. Выполнена достаточно неплохо, но это хороший полиуретан, который издалека выглядит как кожа. Очень похож. Сумка в хорошем состоянии. Но полиуретановые сумки я покупаю крайне-крайне редко, если уже какая-то совсем интересная. Но даже сейчас вот на слух я даже не вспомню, есть ли у меня в доме, в моей коллекции полиуретановая сумка. Эта сумка тоже из искусственных материалов. Привлекла она мне своей интересной фурнитурой на ручках и опушкой из натурального меха. Мех этот не снимается, поэтому сумка предназначена только для ношения зимой, для того, чтобы она выглядела корректно и актуально. Следующая добротнейшая сумка от Марка Пола. Шикарный текстиль. Очень красивый, дорогой оттенок коричневой натуральной кожи. Выполнена идеально. В общем-то, как вся продукция Марка Пола, ножки присутствуют на донышке. В середине все спокойно, лаконично. В оттенках такого натурального льна. Сумка тоже заношена. И выглядела уже нехорошо. Шикарные из натуральной кожи логотипы. Обожаю вот такой дорогой оттенок коричневого. Очень люблю такого цвета кожу и в аксессуарах, и в одежде. Следующая сумка из натуральной замши. Какого-то грязно-непонятного цвета. Мало того, что она сама не новенькая и заношенная. Но этот непонятный цвет, не думая, что он когда-то выглядел красиво даже в новом виде. И снова тут красивая коричневая кожа. И изюминка коллекции сумок сегодняшнего завоза Second Hand. Это сумка из Saint Laurent. Из очень качественной мясистой кожи с небольшим таким тиснением. Вот видите, да, как под зерно. Есть логотип бренда. Но при ближайшем рассмотрении я поняла, что это просто хорошая добротная копия. Никаких номеров, никаких больше бирок на ней нет. И она тоже в изрядно заношенном состоянии. Я бы купила и копию, но на видео не видно. Но вся сумка в каких-то пятнах и так как залита как будто бы лаком для волос. Простите, лаком для ногтей. Небольшая укороченная куртка из натуральной кожи в цвете Tiffany. Она тоже изрядно поношена, заношена, покрутила. Потому что мне было интересно рассмотреть. Такие яркие цвета в коже попадаются не часто. Поэтому я всегда на них обращаю внимание. С интересом их разглядываю. Хочу вам напомнить, что в описании под видео будет ссылка на мой магазин Instagram. Заходите, просто посмотреть, просто пообщаться. Возможно, вы что-то найдете для себя интересного приобрести. С удовольствием вас буду ждать там. Куча бирок. Ну, в общем, куртку я рассматривала очень пристально. Не знаю, почему. Следующий жакет из стопроцентной шерсти. Он однозначно винтажный. Интересная вставка в середине переда жакета. Эта вставочка полностью снимается. Ее можно снять, и жакет будет просто без этой черной вставки. Он без ворота и изрядно поеденный молью. Не всегда это можно рассмотреть сразу. Вот эту нашла красоту и так обрадовалась. Хотела ее уже купить и распустить на вот эти цельные шкуры. Песца это цельные шкуры. Я была очень безумно рада находке. Но на мехе, на одной шкуре был уже порыв. Я хорошо, что я залезла вовнутрь. И я поняла, что мездра, на которой держится ворс, она просто рассыпается и рвется, как туалетная бумага. Шубку пришлось оставить. Вот такое шикарное нашла платье в лаймовом оттенке. Откос, стопроцентная кожа, идеальное качество. Это платье, скорее всего, надели один раз. Залили беспощадно весь период какие-то темные пятнышки. Я рискнула. Я его купила, а дома, после нескольких попыток привести его в чувство, я его просто выбросила в мусорное ведро. К сожалению, я иногда трачу деньги на такие эксперименты, и мои денежки улетают в трубу. Вот такой жакет, он однозначно испорчен от стирки. Я это видела, я это заметила. Но это баслер, и мне интересно было его рассмотреть, потому что от баслер я впервые встретила жакет именно в таком исполнении. Вот такая вот трикотажная плотная шерсть. Там что-то еще, по-моему, было добавлено ангора или альпака. И закончим это видео шикарным мужским пиджаком от юб из стопроцентной шерсти. Шикарное сочетание ярко-синего с горчичным. Очень люблю такие оттенки именно в жакетах, поэтому с удовольствием его покрутила. И на этом все. Пока-пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok